Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня у нас на обзоре NUS-TDK. Вот таким вот образом выглядит клипса. Несмотря на то, что я не люблю сверкающие полированные клипсы, в данном случае я претензий никаких к ней не имею, потому что в этой ценовой категории предъявлять, в принципе, претензии к кей-то ножам, ну, как говорится, нравится – едь, не нравится – не едь. То есть плюс к этому, скажем, если мы берем именно с точки зрения ценовой категории, а стоит этот нож в Мистер Чили 2700 рублей минус 15 процентов постоянная скидка на весь ассортимент с промо-кодом ARHADIR, включая, между прочим, очень даже многие западные бренды… Как западные? Запад – понятие относительное, но для меня западные, скажем так. То есть здесь видывал я подобные клипсы на ножи, которые, скажем, и в 10 раз дороже стоили, и ничего, как-то перетерпел. В любом случае, давайте посмотрим, перебрасывается она или не перебрасывается на левую руку. Нет, не перебрасывается. Кстати говоря, очень прикольный. Сразу забегаю вперед скажу. Бэкспейсер здесь из G10 оранжевого, значит, с отверстием для темляка. Решение такое супер. И вырез в плавнике мне тоже нравится. Итак, NUS TDK. Давайте я попробую расшифровать. На самом деле, честно говоря, вот зная, что TDK – это торговый дом Кизляр. И зная, что торговый дом Кизляр, по сути, это ОООПП, делающий свои ножи в Китае. Причем официально. Ну, я предположу, именно в традициях ОООПП, что NUS расшифровывается как нож универсальный складной. Хочется сказать, ребят, ну блин, честно говоря, какое-то старперское мышление. Почему? Потому что есть у вас, как они там, НСК или НС и ОООПП. Вы столько лет критиковали Supreme за то, что они делают свои фолдеры в Китае, проводили расследование, распространяли интриги, кидали факты и так далее, и так далее. В конце концов, вы решили, а почему бы нам не заработать на этом? И сделали себе дочку TDK, которая совершенно официально, без всяких там тайн, интриг и расследований, делает свои ножи в Китае. Ну, хорошо, про TDK я уже говорил, что если уж вы решили перенести часть, ну не то чтобы часть производства, а заказывать какие-то свои ножи в Китае, почему не обозначить это какой-то латинской аббревиатурой, с выходом, скажем, если не на международные просторы, то хотя бы на просторы Алиэкспресса. Это первое. Второе. Ну, назовите его, например, Folding Universal Knife. Блин, если, кстати говоря, если вы его назовете Folding Universal City Knife или Folding Universal Classical Knife и зашифруйте это в аббревиатуру, то вы, блин, заработаете на этом просто кучу бабла, и я даже ни копейки не попрошу за совет. Folding Universal City Knife. Вот это я понимаю, это совершенно четко определяет характер данного ножа. Ну, с TDK. Длина 190 миллиметров, длина клинка 85 миллиметров, ширина клинка 26 миллиметров, толщина по обуху 3,4 миллиметра, обработка клинка здесь сатин, вес 122 грамма, сталь D2, 61 единица по шкале Рокова, заявленная твердость, рука G10, замок лайнер-лок, механизм подшипник и на сайте mrchiri.ru, как я уже сказал, 2700 рублей, минус 15% с промокодом ARCHADER. Очень прикольный нож получился, но я уж не знаю, кто его рисовал, кто его заказывал, но в любом случае, это, понимаете, это такой вообще типичный китаец. Это именно вот китаец, прям китаец с Алика. Я не могу сказать китаец из ларька, почему? Потому что, когда говорят китаец из ларька, подразумевается некий намек на 90-е, на нулевые, на какое-то хромое качество и так далее, и так далее. Нет, сейчас именно, если ты говоришь, этот нож выглядит и стоит, как китаец с Алиэкспресс, это означает, что он отлично сделан, что он с нормальной механикой, и что он стоит при этом совершенно нормальных, меняемых денег. Вот это примерно то самое происходит. То есть здесь каждый, буквально вот, каждая деталь этого ножа, она пишет мне специальным вот таким вот китайским шрифтом, шрифтом тактический, природный, стальная папка, шарниры, подшипники. Вот этот вот весь набор абракадабра, который переводится автоматом через Google Транслейтер, и то, что мы видим, когда открываем, смотрим ножи на Алиэкспресс, вот это, в принципе, то же самое и есть. То есть он такой многолекий, и это не делает его хуже. Причем самое главное достижение этого вообще, даже не ребрендинга, а, скажем, суббрендинга, я имею в виду именно ТДК, это в том, что у ОПП на самом деле очень прикольные ламповые есть модели, очень прикольные есть именно классические старые складные ножи, но делались они из АУС-8, как они пишут, японского происхождения. На самом деле совершенно понятно, что это некий хром, некий молибден, но почему бы и нет, потому что сталь на самом деле мною, например, опробована там, я не знаю, в херлярде просто каких-то тестов, и совершенно нормально все прошло. Но при этом их движение в сторону китайской D2 было настолько тугим, настолько было прям вот невозможно сложным, и меня это удивляет, почему? Потому что, ну вы же, если вы заказываете в Китае японскую АУС-8, кто вам мешает заказать в Китае американскую D2? Потому что на самом деле при всех достоинствах АУС-8, и при всем при том, что, например, на Колыму, на Милитари, на какие-то вот такие вот ножи она идет просто суперски, но D2 на фолдерах это просто огонь, по факту. То есть здесь, неважно, как говорится, что на заборе написано, важно, что в руках у меня именно такой очень ловкий, типичный такой китайчонок, с очень хорошей, я надеюсь, не хуже, чем у его прямых китайских собратьев D2, и с очень-очень прикольной механикой. То есть, по большому счету, здесь от ОООПП осталась только дизайнерская мысль, наверное. Вот, все. Ладно, давайте рассматривать дальше. Даже лайнеры молодцы какие, посмотрите, лайнеры нечестные. То есть, вот в Панамаре честные, а здесь не поленились потратить лишние 2 цента и сделали, высверлили отверстие в лайнерах. Итак, в сложном состоянии у нас прикольный такой брусочек. Повторюсь, мне очень нравится здесь плавник. Плавник, как сказали бы некие, там, может быть, какие-то любители огнестрела, он буквально вот именно интуитивный. То есть, тут не ошибешься, не промахнешься, но при этом он скруглен вот таким вот образом, что на самом деле действительно его приятно вот так вот. Это у нас триггерного типа флиппер. Плавничок. Сдергиваешь совершенно спокойным таким, ну, совершенно не сложным движением, не резким движением. То есть, мне очень нравится то, что, во-первых, его не нужно как-то выцеливать, его не нужно как-то вот именно выцеплять этот плавник. Ты просто вот вслепую берешь, раз, и все. И, во-вторых, за счет своих размеров он образует довольно серьезный подпальцевый упор у нас в раскрытом положении. То есть, палец полностью у нас застрахован, защищен от схода на режущую кромку. Совсем недавно вот я делал обзоры два теста ножа Варанг от Саро. И вот именно примерно вот это вот я и имел в виду. Почему я вспомнил? Потому что там, если мне не изменяет память, плавники тоже с выпилами идут. То есть, все очень классно. На самом деле, идея сделать вот такой бэкспейсер с отверстием вырезанным, она тоже по-китайски свежа и по большому счету прикольная. Сама по себе посадка на карман. Что это я даже не похвалил, что здесь совершенно глубокая посадка на карман. То есть, там у ножа просто, я не помню, наверное, штук пять или шесть или семь различных цветовых решений рукояти. То есть, независимо от того, насколько ярко у вас рукоять, в кармане нож будет сидеть незаметно. Совершенно добротный такой молоточный хват, без каких-то там нареканий. И очень-очень комфортный диагональный хват. Здесь не хватает, конечно же, для полного, чтобы пятерку поставить с плюсом диагональному хвату, здесь не хватает немножко насечки. Но, с другой стороны, то, как на самом деле располагается рукоять в ладони, то, как палец идет по вот этой вот фигурной под углом выемки вырезанной, и как палец себя комфортно чувствует на плавнике, я понимаю, что это гоп-стоп, мы подошли из-за угла, очень-очень надежное удержание диагональным хватом. Вот у нас обратный хват. Все, в общем, по науке. Смотрите-ка, научились кизлярцы делать центровочку по центровку клинка. Посмотрите, как отцентрован клинок. Так, что дальше? Дальше мы имеем классический такой легкий-легкий, едва заметный дроп на клинке. Высокие спуски, я не знаю, но давайте назову их 5 шестых, чтобы так поумничать. По факту спуски действительно высокие. Очень прикольно здесь сделано после отверстия. На самом деле отверстия здесь, на мой взгляд, это или для... Я хотел сказать, вот, пусть меня Витя просит. Пусть меня Витя просит. Я просто... Ну, у Виктора Александровича Агре, у него руки очень такие интеллигентные. Я подумал, что, наверное, когда этот ОПП-шный дизайнер рисовал это отверстие, он, наверное, может быть, это Витя рисовал этот нож. Не знаю. Но, по крайней мере, вот, с моей даже не сосиской, а сарделькой большого пальца, ну, здесь вот интуитивности такой, как с флиппером, не получается. То есть, здесь я считаю, что, конечно же, отверстие для... Кстати, сейчас я вам покажу еще одно такое же отверстие. Вот у меня нож лежит. То есть, оно здесь не такой формы, но то же самое. Понимаете, это именно издевательство для пальцев. Это в чистом виде... Здесь вообще даже не зацепить. Здесь хоть зацепить можно. То есть, это в чистом виде именно дизайнерское решение. Некий глаз, бдящий и все контролирующий. Ну, почему бы и нет. Спуски прямые, при режущей кромке совершенно вменяемой, спокойной. ТДК с одной стороны, НЮС-Д2 с другой стороны. То есть, ну, по большому счету, очень такой получился именно такой, знаете, typical Chinese реально. То есть, очень... И это я говорю без всяких вот именно глумлений. Почему? Потому что на самом деле можно сколько угодно под гимн России пускать слезу и... И любоваться там на какие-то ножи именно исконно кизлярского происхождения. Складные там тот же самый байкер, тот же самый стерх и так далее, и так далее. Но там именно это такая лампово-теплая экзотика. Когда дело доходит до механики, все становится очень печально. И вот, когда вам нужна не лампово-теплая экзотика на вашем кармане, а именно очень быстрое, интуитивное раскрытие, и... Сколько раз я повторил слово интуитивное? Чувствую, что я поймал новую, сел на новую табуретку, поймал нового, как говорится, конька, буду теперь постоянно использовать это слово. То есть, если вы хотите ламповости задешево, с оглядкой, с некой на качество сборки, а я напоминаю, что байкер у меня сам собой разобрался в кармане, то это, конечно, добро пожаловать в ООПП. Если вы хотите совершенно понятный, внятный дизайн, чтобы он резал, а так как это D2 китайская, то он будет резать вообще офигительно. Рука защищена, удобная и глубокая посадка. То есть, весь вот этот вот набор D2 G10 плюс подшипник, то, что вот обычно говорят про китайские ножи, и к этому набору я отношусь с огромным уважением. То есть, когда говорят, ой, этот китайский набор D2 плюс подшипник плюс G10 уже задолбал, я могу сказать, что меня он ни в коем случае не задолбал, потому что он дает за совершенно вменяемые деньги очень-очень хорошее качество именно работы. то тогда вам в ТДК с фолдингом Universal City Knife. Вот так вот. Я представляю, неужели сложно так вот придумать? Это же классная получилась бы аббревиатура. У тебя что на кармане? У меня стерх, а у меня фак. Все, вопрос закрыт. Посмеялись, разошлись. То есть, в общем и целом, на самом деле, ребята молодцы, что не стали стесняться. Просто заказывают в Китае ножи, ставят свое клеймо, продают. По крайней мере, по сравнению с тем, что последнее время тут происходит именно в головной конторе, в плане именно там дизайнов, каких-то названий и прочего, и прочего. Это совершенно прозрачная, абсолютно такая, я бы даже сказал, такая нахально честная деятельность. Мы берем Китай, ставим свое название, продаем, радуйтесь. Почему бы и нет? Если покупать, то покупать, конечно же, в Мистер Чили, потому что... Кто откажется от скидки в 15%? То есть, с промо-кодом ARCHODYR с Мистер Чили у нас, на самом деле, замечательная дружба. Все, больше добавить нечего. Очень, очень прикольные впечатления нож оставляет. То есть, здесь действительно, как бы, вот у нас такая небольшая передулька, но я бы не стал ставить. Хотя нет, при определенных моментах, если вам нужно совершенно деликатное что-то, нечто, то можно поставить сюда вот кончик подушечки указательного пальца. Но тогда, в данном случае, здесь еще больше не хватает насечки, чтобы вот этот вот замок закрыть. А так, а так, просто чудо. Спасибо за просмотр, всего доброго, увидимся. Продолжение следует...